Крымские овощи и фрукты могут прийти на замену импортным. На полуострове сейчас начали возрождать виноградники, яблоневые сады и возводить теплицы. Одну из таких посетила чувашская делегация во время рабочей поездки в республику Крым. Аграрии двух регионов наметили совместные планы работы. Подробности в следующем материале. Огурцы и помидоры здесь выращивают в огромных масштабах. 24 гектара тепличного хозяйства каждый год в этом комплексе собирают порядка 30 тонн овощей. Причем ручной труд на предприятии сведен к минимуму. За многие процессы, в том числе и за полив грядок, отвечает автоматика. Для поставщиков крымских овощей в российских регионах готовы создавать преференции. После введенного эмбарго на иностранные продукты на рынке появились свободные ниши. Их должны занять отечественные сельхозпроизводители. В республике Крым планируют закупать чувашский картофель, выращивать второй хлеб на полуострове сейчас накладно. У аграриев нет возможности орошать свои поля. Но чуваши намерены приобретать в Крыму яблоки и ягоды. Мы с моим коллегой с чувашской стороны сегодня посетили еще другое предприятие по выращиванию фруктов, яблок, например. Есть определенные мысли, как можно наладить товарооборот между этими двумя регионами. Есть конкретные примеры, в частности и фрукты, и овощной базы. И между между чувашской стороной, связанной, например, с продукцией картофеля и других товаров, которые здесь в дефиците, соответственно, с нашей стороны можно поставлять в обратном направлении ту продукцию, которая интересна будет у вас, чуваши. Правда, первым делом необходимо разрешить проблемы логистики. Сейчас продукты из Крыма и в другие регионы возможно доставлять только через Керченский пролив, на баржах или же по воздуху. Ситуация изменится только когда через Керченский пролив проложат автомобильный мост.